Это, конечно, конкурс не федерального масштаба, тут нет такой конкуренции, шпильки никто не подпиливает и других козней не учиняет. И все же первой хочет быть каждой из семи участниц. Девушки готовились к этому событию, ведь придется выходить на сцену, и чтобы выделиться, нужно задействовать весь арсенал женского обаяния. Здесь, за кулисами, происходит то, что скрыто от зрителя. Девушки нервно бегают по гримеркам, еще раз, уже последние, репетируют выступления и поправляют платья. Калмыкова Елена, мисс весна 2010, финалистка прошлого года, также готовится к выходу. У нее почетная роль, девушка будет открывать конкурс с танцем, который в прошлом году высоко оценила жюри. Кроме того, в конце вечера она передаст право носить звание мисс весна победительнице этого года. Елена рассказала, что в прошлый раз конкурс выдался жарким. Красивых девушек ваги предостаточно, пришлось серьезно готовиться. Для меня, наверное, был здоровый образ жизни, самый сложный, потому что я долго не могла придумать, что делать. Но, в принципе, остальное все. Мне помогали мои друзья, моя команда, и благодаря них я, в принципе, и выиграла. Тем временем зал наполнился студентами. Ведущий вечера красоты представил членов жюри, среди которых известные в городе личности. Состав жюри в основном мужской. Организаторы с самого начала заявили, что это скорее не конкурс красоты, а конкурс талантов, интеллекта и красоты. По замыслу должна победить самая весенняя студентка. Сегодня второй раз в нашем институте проходит конкурс мисс весна. Это не есть конкурс красоты, потому что для нас все студентки самые красивые, привлекательные, обаятельные. А это весенний конкурс, где есть возможность всем творческим студенткам продемонстрировать свои таланты, скажем так. Предыстория этого конкурса была и мисс и мисс Тараги, и мисс Наука. Но вот мисс весна как-то прижилась, пользуется наибольшей популярностью студентов. Выход участниц сопровождался аплодисментами. Собравшиеся хотели увидеть всех претенденток. Для зрителей нет ничего приятнее, чем выбирать из семи красивых и без сомнения умных девушек самую лучшую. А болельщики и поклонники выкладывались полностью. И это того стоило. В конкурсе предусмотрено несколько этапов. Визитка, творческий этап, реклама здорового образа жизни и дефиле. Каждая из участниц продемонстрировала свои возможности. Несколько девушек сумели выделиться еще в начале конкурса. Затем подкрепили уверенность членов жюри зажигательными выступлениями. У всех свои стратегии. Некоторые предпочли напору, романтическую скромность. Главное не упасть во время выступления. Этого боялась каждая из семи девушек. Отдельные номера требовали предельной концентрации. Но при этом нужно улыбаться. Весенней девушкой без улыбки не стать. Когда пришло время подводить итоги, мнение зала и членов жюри разделилось между Мухортовой Натальей и Мизиновой Екатериной. Обе девушки выступили на достойном уровне и обладают набором качеств, достойных титула Мисс Весна 2011. Их внешностью можно восхищаться. И вот члены жюри сделали свой выбор. Мисс Весна 2011 года. Студентка 4 курса факультета экономики и менеджмента. Мухортова Наталья! Наталья достойна этого титула. Как призналась победительница, это уже вторая награда. Первая – Мисс Голицына 2007. Завоевать победу в конкурсе помогли все друзья Натальи. Я готовилась основательно практически каждый день на протяжении двух недель. Я очень, на самом деле, стремилась победить, хотела. А для этого я знаю, что нужно время. То есть хорошо подготовиться. И для этого приложены были все силы. Естественно, не без помощи моих любимых ребят, которые мне помогли. Георгий Алышев, Артем Леднев, телекомпания «Одинцова». Автемия «Одинцова».